Всем привет! В эфире компания «Аксилот». С вами сегодня буду я, меня зовут Владимир. И будет Максим. Так, Максим сейчас выключит у нас. Микрофон. Все, кто присоединился и ждал. Извините, у нас тут технические проблемы были. Так, вот уже много вопросов. Когда начало, когда начало. Вебинар будет, все нормально. Мы вышли на связь. Сейчас буквально минутку еще подождем. Все проверим. Хорошо. Да, давайте по ходу, я думаю, опаздывающе доподключиться. Тема нашего сегодняшнего вебинара – автоматическое планирование в СКАП. Комбинаторное повышение качества логистики. Сначала давайте проверим качество связи. Ставьте огонечки, если вам хорошо меня слышно и видно. По ходу мероприятий пишите свои вопросы в чат. В конце встречи мы на них обязательно ответим. Так, ага, вижу, огонечки есть. Значит, у нас все нормально слышно и видно. Мы настроились. Давайте тогда буквально пару слов о тайминге. Вначале я возьму вся небольшую вводную часть. Затем мы перейдем уже непосредственно к теме вебинара. И в конце мы ответим на все ваши вопросы. Так, звук гулкий нам пишут. Олег, что нам со звуком сделать? Может быть мне просто тише говорить? Требование к качеству клиентского сервиса растет постоянно. Рынок гитует правила в компании, конкурирующей между собой, вынуждены подстраиваться, чтобы получать новых клиентов. Эти тезисы справедливы в том числе и для транспортной логистики. Количество параметров, которые требуется учитывать при планировании рейсов, кратно выросло за последние 10 лет. Ни о каком ручном планировании точно уже не может идти речи. Если взять тысячу заявок в день и попробовать их распланировать с учетом оптимального построения маршрута, попадания во временные окна, учет совместимости грузов, учет возможности складывать один груз на другой в формате тяжелое-легкое, учет необходимости поехать к конкретному автомобилю, конкретному водителю, конкретному клиенту, то для этого потребуется точно несколько часов времени и нескольких сотрудников. А если бизнес растет, ждало 2000 заявок. А если добавить к этому разные филиалы и разные часовые пояса, это становятся отнюдь не тридиальные задачи. Скажу больше. Получая различный опыт по внедрению ТМС нашим клиентам, мы поняли, что задача распланировать много заявок с учетом большого количества ограничений не решается быстро средствами платформы 1С. Знаменитый механизм Кларка Райта делает это достаточно долго. Реально долго. Платформа 1С не предназначена для решения комбинаторных и сложных математических алгоритмов. Так, нами было принято решение разработать отдельный решатель. Называется он Axelot SCAP. Supply Chain Advanced Planning. Продукт разработан на технологиях .NET, это язык C-Sharp, и не имеет собственного графического интерфейса. Данное технологическое решение позволило добиться колоссального прироста производительности, в нашем случае значительного увеличения скорости планирования рейсов при условии усложнения набора данных. Управляющими по отношению к СКАП-системам могут быть одна или несколько компонентов Axelot SCM или внешних бизнес-систем. Именно из внешних компонентов или бизнес-систем может быть инициирован запуск решения задачи оптимизации. Например, Axelot SCAP взаимодействует с Axelot SCAP следующим образом. Периодически из SCAP передаются данные о нормативно-справочной информации, используемой в алгоритмах планирования. Например, адреса, данные от спи-поставок, транспортных ресурсов и правилах совместимости типов грузов, рассчитанные пути между адресами. При необходимости решения задачи оптимизации с ТМС в SCAP передаются данные о заявках на перевозку, звеньях или рейсах с ограничениями и прочими данными. Из SCAP в ТМС передаются результаты планирования как промежуточные, так и конечные. А сейчас я передам слово моему коллеге Максиму, и он подробнее расскажет уже о продукте, а также рассмотрим конкретный кейс, как наш клиент использует SCAP в разгозе металл-прокат. Максим. Спасибо, Владимир. Да, коллеги, хотелось бы в первую очередь начать как раз-таки с предпосылок к переходу 1С решений на SCAP. И в первую очередь хотелось бы подчеркнуть, что вообще в любом направлении транспортной логистики требуется оптимизация процессов планирования потребностей с учетом тех или иных особенностей или специфик, про которые мы, конечно, сейчас поподробнее поговорим. И здесь важно отметить, что на текущий день бизнес все время постоянно развивается из-за тех или иных факторов, растет, появляются как раз посылки перехода на более современные и оптимальные решения, появляются новые технологии, расширяются мощности, которые позволяют работать как раз-таки с большим объемом данных, большим количеством заявок. И как раз программное обеспечение SCAP все это умеет делать и умеет задействовать эти ресурсы, позволяет работать с большими объемами. И как пример на одном из проектов действительно SCAP планирует за 5-10 минут порядка 7 тысяч заявок. И как раз Владимир сегодня уже подчеркнул, что и в наших решениях использовался механизм Кларка Райта. В сравнении с механизмом Кларка Райта, раньше, если запускаешь планирование с учетом этого механизма, можно было успеть переделать кучу всяких рутинных дел, выйти подышать воздухом и так далее. То есть сейчас уже как раз-таки такой объем, который я только что озвучил, он буквально распланируется за всего лишь какие-то 5-10 минут, что в наше время очень важно. И также стоит отметить то, что на текущий день, поскольку действительно бизнес все время развивается, какие-то новые инструменты применяются в планировании потребностей. И здесь стоит отметить восприимчивость к изменениям. Это очень на текущий день важно. То есть за короткие сроки вносить различные изменения с учетом появления тех или иных спецификов. Также за короткий промежуток времени SCAP имеет возможность перебирать огромное количество решений с учетом тех или иных ограничений и выбирает лучшее согласно заданным настройкам. Вообще хотелось бы поподробнее рассказать про сам программный продукт SCAP. И он имеет несколько способов использования и инсталляции. То есть, во-первых, это облачный сервис. То есть, что это значит? То, что SCAP можно использовать в качестве облачного сервиса, потому что он размещается на наших серверах. И в чем здесь плюс? Плюс в том, что в первую очередь данный облачный сервис обслуживается нашими специалистами на наших серверах. И в данном случае не нужно покупать дорогое оборудование. То есть, здесь экономия на затратах. Также не нужно привлекать дополнительных сотрудников для администрирования серверов. И это обеспечение отказа устойчивости. Здесь все время все администрируется, проверяются все службы в работе. И здесь минимизация рисков того, что произойдут какие-либо накладки. Также наш продукт постоянно развивается. То есть, применяются различные решения, про которые сегодня мы поговорим. Там это укладка грузов в кузов, укладка грузов на палет. И все эти новинки, все эти обновления, они как раз-таки в облачном сервисе будут постоянно обновляться и будут доступны тем пользователям, тем заказчикам, которые будут использовать именно облачный сервис. Ну и второй способ использования нашего продукта – это установочное программное обеспечение. То есть, здесь уже продукт устанавливается непосредственно IT-службами компании. Здесь есть как плюс – это легкость в установке и вообще в целом гибкость в обслуживании. Давайте далее. И вообще хочется начать с того, что наша компания имеет достаточно очень огромный опыт в автоматизации логистики. Именно поэтому наш продукт достаточно объемный. А именно, то есть он включает в себя как стандартное планирование, так и мы уходим в прикладную математику для решения достаточно очень сложных задач для оптимизации планирования. И до каких-либо специфичных задач, как я уже говорил, по укладке грузов в кузов, укладке грузов на палет или для управления, к примеру, бизнес-процессом, управления двора, так скажем. Вот. Все это умеет делать наш СКАП и при этом, да, хотелось бы начать с самого простого, да, это с планирования с учетом стандартных классических ограничений. СКАП умеет решать задачу по построению маршрутов с эффективным и оптимальным объездом точек с учетом классического набора ограничений, да, как и везде, как и в любой рядовой системе класса ТМС. А это учет подместимости транспортного средства, да, погрузоподъемности, объем, ширине, длине, высоте. Это учет временных окон доставки, да, то есть что нам нужно успеть в заданный интервал времени, да, доставить тот или иной груз по отправлению или же по получению. Это режим работы склада. Да, и все это стремится, да, к оптимальному объезду точек, да, то есть необходимо с учетом вот этих заданных ограничений стандарта построить оптимальный объезд точек. И также максимально утилизировать кузов транспортных средств. И что здесь стоит отметить, да, в любом, наверное, в любом проекте, да, везде, где бизнес стремится именно правильно оптимизировать, да, нужно не просто спланировать, нужно еще и доказать, что это планирование оптимально. А мы в этом плане имеем очень огромный опыт и множество проектов. Все это мы умеем делать и покрывать. Далее, что хотелось бы отметить, помимо, да, стандартного планирования, да, с набором классических ограничений, SCAP умеет решать более сложные задачи, а именно перебирать множество вариантов, исходя из полученной стоимости каждого решения. Выбирать самую дешевую стоимость, да, и как раз-таки применять уже и формировать на основании этого рейса. То есть стоимость вообще формируется из системы основных показателей, которые можно задавать и настраивать в системе. И на примере, да, вот таких ограничений, как стоимость активации транспортного средства, да, то есть мы можем задавать на уровне типов транспортных средств для мостных показателей и управлять, и приоритизировать нужный транспорт для планирования задачи. Например, есть тип транспортного средства, да, с грубо говоря, грузоподъемностью, там, полторы тонны, а есть пять тонн. Соответственно, каждому типу ТС мы можем задавать свою стоимость, вот, и, например, одному, там, пять тысяч условных единиц, другому тысячу условных единиц. Соответственно, конечно, система стремится использовать более дешевый транспорт. Далее. Также мы можем и стоимость, да, показатели использовать, например, стоимость за единицу времени, стоимость за единицу расстояния, вот. И, помимо всего прочего, также мы можем ограничивать, да, построение маршрутов по максимальной длительности и по максимальному расстоянию. Далее. Помимо этого, конечно, мы используем картографический сервис, да, с использованием электронной карты, с использованием маршрутизатора, я-кодеров. Вот. И понятно, что при планировании мы используем те данные, которые нам передает маршрутизатор, да, с учетом пробочной статистики, да, то есть на дорогах, где мы примерно понимаем, какой скоростной режим и так далее. И здесь, помимо этого, мы можем задавать, если какие-то есть особенности, какая-то специфика, мы можем задавать свой скоростной режим, там, типа транспортных средств. Также ограничивать мы можем, планировать, да, по максимальному количеству точек и также планировать с учетом проезда от до, да, дислокации транспорта. Здесь, конечно, речь идет о, по дислокации, о начальной точке гараж, да, и конечной точке, куда транспортное средство возвращается. Поэтому мы планируем маршрут таким образом, да, чтобы экономить пробег, вот, и с учетом гаража. Вижу вопросы в чате появились. Коллеги сразу хотелось бы, да, уточнить то, что, конечно, на большую часть вопросов мы будем отвечать в конце. Вот сейчас по теме, да, я, насколько вижу, вопросы в чате появляются. Так, секундочку. И сразу, наверное, на них постараюсь ответить. Так, 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 так. Там был вопрос про отчет временных окон, доставки включают время обеда или нет? Да, конечно, время обеда можно учитывать. Также можно и режим отдыха сотрудников, если мы говорим про дальние расстояния. Если говорить про обед, то, да, задается, как это, к примеру, фиксированная стоимость, ой, фиксированное, прошу прощения, время, да, на обед. И это время используется при планировании и таким образом расширяется плановое время рейса и так далее. Все эти параметры также, конечно, учитываются. Да, давай, наверное, мы в поцетке пойдем. Да, дальше уже давайте, да, по вопросам, наверное, в конце уже будем отвечать. И что касается планирования, да, то есть у нас было достаточно большое множество проектов. Понятно, что есть сложные задачи, да, то есть разная своя специфика. Да, там, это где нужно не поддерживать температурный режим и, как я и говорил, укладка грузов, да. При этом при всем, часто при внедрении, да, у нас, с учетом нашего опыта, мы встречаемся и с такими классическими стандартными задачами, да, это планирование рейсов по расписаниям, это когда на предприятиях уже сложились годами, да, то есть сложенные маршруты, исторические, да, с учетом объезда точек, к примеру, нескольких там А, Б, С, Д, и у каждой точки есть свое время посещения. И здесь хочется отметить то, что мы все это тоже умеем делать, и достаточно у нас легко это настраивается в системе, и с такими процессами легко заходить в более сложную оптимизацию. То есть, как правило, компании заходят именно с такими процессами, начиная, к примеру, с каких-то, например, планирования по расписаниям, да, а дальше уже, когда все бизнес-процессы, да, настроены, то есть продукт внедрём, уже можно дальше переходить на решение более сложных задач, с учетом как раз-таки тех ограничений, кистемыстных показателей, да, про которые я ранее озвучил. То есть это огромный плюс, потому что с такими процессами тоже можно заходить. Также хотелось бы тоже подметить то, что часто сталкиваемся, да, то, что помимо каких-то классических стандартных маршрутов, да, часто встречаемся, то, что нужно совмещать транспортные средства, да, с геозонами или конкретными контрагентами, да, скорее, наверное, правильно сказать, зональное планирование, когда конкретные транспортные средства закреплены за теми или иными зонами. Например, когда водитель, который имеет огромный опыт, да, работая в той или иной компании, он уже четко знает тех или иных контрагентов на точке, знает, как, с какой стороны, куда заехать, и это тоже там быстряет процессы определенные, да, и здесь мы тоже можем эти совмещения, да, транспортных средств с геозонами, грузополучателями совмещать. То есть обязательно те заявки с такими геозонами, да, они обязательно попадут именно на конкретного водителя, на конкретное транспортное средство. Также SCAP умеет учитывать такие особенности, да, по совместимости транспортных средств с перевозимыми грузами. Здесь, наверное, интересно будет сказать про пример учета температурных режимов, да, когда у грузов есть конкретный свой температурный режим, и мы такие заявки будем включать именно в транспортные средства, которые поддерживают данный температурный режим. Также совместимость грузов в одном ТС, да, то есть совмещение и несовмещение, то есть товарное соседство. И также расчет времени на погрузы-разгрузственные работы. Мы можем, помимо того, что мы компонуем, да, заявки в рейсы, да, с учетом стандартного набора классических ограничений, да, также мы учитываем при этом либо фиксированную, да, длительность на выполнение работ в точке, да, там это полчаса на работу или там час, а также мы можем отталкиваться от объема груза, да, то есть, к примеру, на 100 килограмм мы всегда четко понимаем, что мы потратим 5 минут. Затем коэффициент мы можем учитывать и также планировать в системе рейса, с учетом таких критериев. Также бы хотелось сказать про, помимо, да, классического набора ограничений, что-то там стоимостных параметров, критериев, SCAP имеет модульную систему и на базе стандартных плагинов, да, также реализуются индивидуальные кастомные решения. Вот, например, как сегодня уже несколько раз сказал, укладка грузов в кузов, где нужно учесть там высоту, да, там, ширину, длину, там, ВГХ грузов. Также бывают такие особенности, да, там есть груз хрупкий, тяжелый, который мы всегда понимаем, что его можно положить только на пол кузова, да, и складывать какие-то другие грузы на него нельзя, потому что иначе там он помнется, да, и поломается и так далее. Все это также учитывается, да, и также есть учет нагрузки на оси транспортных средств, центровки, тест и так далее. Такие плагины поддерживаются и разрабатываются, да, там, индивидуально под ту или иную специфику. Также у нас есть опыт, да, разработки таких плагинов, да, такую кладку грузов на палеты, это уже более точечная задача, когда по тем или иным правилам, да, нужно уложить груз на палет. И также разрабатываются, да, и покрываются такие бизнес-процессы, да, там, под управление двором, да, то есть когда учитываются внутренние перемещения между цехами, здесь SCAP также покрывает и такие потребности. Ну и, конечно, хотелось бы отметить, да, и важно подчеркнуть, что несмотря, да, на тот опыт, который у нас имеется, то есть и какие-то плагины, которые я озвучил, также наше программное обеспечение, оно интегрируется со сторонними системами, да, то есть не обязательно разработанные нами, да, с какими-то сторонними системами по управлению перевозками класса ТМС, да, и другими. То есть здесь мы можем там без проблем интегрироваться, что очень важно. И хотелось бы, да, вот уже подводя, подходя, да, под про то, что Владимир в самом начале сказал, да, да, в начале вебинара, то есть на примере проекта хотелось бы рассказать на практическом примере, да, решение задачи по размещению металлопроката в кузове. То есть а конкретно нами в рамках проекта, да, конкретно выполнялась адаптация плагина под уже, то есть внедренную ранее конфигурацию, вот, и для нас это достаточно являлось понятной проектной задачей, и цели проекта заключались в том, да, чтобы построить маршрут и скомпоновать грузы с учетом ограничений, специфики на конкретном предприятии, да. А про специфику хотелось бы тоже более подробно рассказать, то есть в рамках данного проекта, да, вообще в данной компании осуществлялась перевозка металлопроката, да, то есть, а, как правило, это достаточно тяжелые грузы, то есть это профильные трубы или тонкий лист, толстый, да, также лист металлический и так далее. И все это нужно уметь правильно укладывать в кузов, да, чтобы в правильной последовательности построить маршрут. И все эти ограничения, да, учитывались с учетом следующих параметров, да, то есть был такой термин, как пластичность грузов, да, учет нагрузки ТС на оси, да, и также совмещение-несовмещение конкретных номенклатурных групп. И хотелось бы здесь поподробнее про это рассказать, что я имею в виду под учетом пластичности груза, а именно то, что понятно, что укладываются там тяжелые трубы, да, там профильные и так далее в кузов. И при этой укладке очень важно учесть, да, правильное размещение, чтобы не помять уже, не помять и другой груз, да, то есть нужно было уметь учитывать пластичность. И мы на уровне системы задавали каждой номенклатуре или каждой группе номенклатур свою пластичность. То есть, к примеру, есть профильная труба, да, там какой-то номенклатуры, у нее была пластичность 14, да. Была какая-то другая труба, там более, да, там хрупкая, так скажем, да, и, соответственно, у нее была пластичность 13. Таким образом, мы не могли трубу положить с пластичностью 14 на трубу с пластичностью 13, да. То есть на таком простом примере мы учитывали пластичность грузов. Также важно было в рамках оптимизации, да, учитывать нагрузки на оси транспортных средств и учитывать центровку. То есть нельзя было, к примеру, перегрузить левый борт машины, да, а на правом борту при этом бы ничего не было. То есть очень важно было учитывать центровку транспортных средств. И чтобы избежать, соответственно, погрешности по нормативно-справочной информации, именно то, что понятно, что это там огромный спектр, огромный перечень номенклатурных позиций, и не везде всегда, да, там присутствовала информация по весогабаритным характеристикам, поэтому нужно было еще учесть все эти погрешности, да, и учитывать несовместимости групп номенклатур. То есть эта несовместимость учитывалась как на уровне групп, так и конкретно на уровне конкретных номенклатурных позиций. Вот. И все это нам удалось. То есть и главной целью внедрения, да, являлось построить эффективный маршрут с учетом всех этих ограничений, да, про которые я проговорил. И даже для весьма частной задачи, да, с металлопрокатом мы повысили утилизацию отдельных рейсов, да, где-то в полтора раза. То есть там ранее строились маршруты, которые себе представляли две точки, да, а сейчас мы можем учитывать три точки доставки, да, и с учетом того, что мы должны правильно расставить груз в кузове, да, с учетом вот этих, с учетом пластичности и правильной последовательности. И таким образом хотелось бы вообще подвести итоги, то, что наш продукт, да, в нашем продукте есть современная технологическая платформа. То есть множество параметров, множество плагинов, про которые я сегодня говорил, различные типы, да, там, использования и типов инсталляции. Также мы можем использовать SCAP не с нашими разработанными продуктами Аксилот. Можем учитывать различные критерии оптимизации, да, и имеем огромный перечень несомещений, да, то есть и различных вообще решений. Эффекты от внедрения, да, вот хотелось бы про эффекты, да, поподробнее сказать. То, что от внедрения именно нашего продукта, да, это конкретно обеспечение, да, максимальной утилизации транспорта, то, что я уже говорил, снижение трудозатрат логистов, исключение, там, нарушение процесса доставки груза, высвобождение трудовых ресурсов, да, для более важных задач. И как раз на примере нашего проекта, да, про который я сегодня рассказывал, действительно очень много времени появилось у коллег именно после внедрения, да, нашего продукта. Ну и есть достаточно много других, да, эффектов, а это своевременная доставка, да, сохранность груза, гибкость обслуживания, что-то особых пожеланий клиента. Так, теперь, наверное, давайте перейдем уже к вопросам, да, которые у нас накопились. Не, наверное, я еще чуть-чуть добавлю под слов. Максим, спасибо за подробный рассказ. Я, в свою очередь, хотел бы отметить вот на этом слайде, что вот данные эффекты, они достаточно универсальны, и каждый наш клиент после автоматизации в той или иной мере достигает. Ну и как вы увидели, и Максим неоднократно сказал, тоже хотел бы в финале еще раз подменить, что наш продукт «Эксилотскап» научился решать задачи не только планирования рейсов, да, но и укладки грузов, транспортные средства. Также там в МС-системе у нас решает задачи укладки на палет. Говорит о том, что мы развиваемся, не стоим на месте, развиваем наши продукты. А бизнесу, чтобы продолжать завоевывать рынок, нужно постоянно внедрять новые технологии. Некоторые сервисы доставки уже научились доставлять заказы за 15 минут. Многие компании научились доставлять двухчасовой интервал заказы. Подобные сервисы навязывают конкуренцию, отъедают большую долю рынка уже классического бизнеса. Логистику усложняются, затраты растут. Поэтому внедряйте новое решение, мы будем вам в этом помогать. Ну, а сейчас давайте, наверное, все-таки ответим на вопросы. Очень много нам сегодня набросали.